Шеф-повар, Максим Григорьев. Эстонская плетенка с корицей. Чувствую, полюбилась нам дома эстонская выпечка. Очень частым гостем семейных посиделок стал вот этот эстонский кекс на белках. А когда я увидела в интернете эту плетенку с корицей, поняла, что обязательно должна ее попробовать. И я ничуть не пожалела, очень вкусно, ароматно, относительно быстро, ну или во всяком случае, не хлопотно. И, что немаловажно, очень красиво смотрится на столе. Время приготовления – 1 час 25 минут. Ингредиенты – тесто. Дрожжи сухие 1 столовая ложка. Желтки куриные 1 штука. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 140 мл. Мука пшеничная 300 грамм. Сахар 1 чайная ложка. Соль 1 щепотка. Ингредиенты – начинка. Дрожжи сухие 1 столовая ложка. Желтки куриные 1 штука. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 140 мл. Мука пшеничная 300 грамм. Сахар 1 чайная ложка. Соль 1 щепотка. Начинка. Корица молотая 1 столовая ложка. Масло сливочное 80 грамм. Сахар 3 столовые ложки. Шаг 1. Ингредиенты для плетенки – дрожжи, мука, молоко, сахар, корица, сливочное масло, яйцо. Шаг 2. Дрожжи развести в теплом молоке и отставить минут на 15, пока не вспенится. Шаг 3. Тем временем растопить сливочное масло, слегка остудить и смешать с желтком. В миску для замеса теста просеять муку, добавить соль. Влить масло с желтком и опару. Перемешать и замесить тесто. Шаг 4. Муки может понадобиться чуть больше, ориентируйтесь по своему тесту. Оно должно получиться достаточно плотное и эластичное. Выложить тесто в миску, накрыть полотенцем или пленкой и поставить в тихое спокойное место на подъем, на 1,5 часа. Шаг 5. За это время тесто хорошо поднялось. Шаг 6. Для начинки смешать размягченное сливочное масло с сахаром и корицей. Шаг 7. Подошедшее тесто выложить на рабочую поверхность и раскатать в прямоугольник толщиной около 7 мм. Шаг 8. Смазать поверхность теста приготовленной начинкой. Шаг 9. Свернуть в рулет. Перевернуть рулет швом вниз и разрезать пополам, не доходя 1-2 см до второго конца рулета. Шаг 10. Переплести между собой. Шаг 11. И свернуть, соединив концы и сформировав кольцо. Переложить кольцо на противень, застеленный пекарской бумагой и дать постоять, отдохнуть, минут 20. Тем временем разогреть духовку до 200 см. Шаг 12. Выпекать плетенку 20-25 минут, ориентироваться по своей духовке. Шаг 13. Готовое изделие полностью остудить и подавать к чаю, кофе. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.